Сегодня в Ледовом дворце Айспик в Хулоне начинается международный детский турнир по хоккею. В нем принимают участие пять команд. Четыре израильских и одна из Днепропетровска. Украинская команда называется скромно. Хоккейный клуб Приднепровья. А вот все израильские клубы носят угрожающие названия в стиле американской национальной хоккейной лиги. Дэвилс, Драгунс, Скорпионс и Хорсос. Если по-русски, то это Дьяволы из Решенлициона, Драконы из Несциона, Скорпионы из Хулона и Кони из Кфарсабы. Все игроки не просто нового, а новейшего поколения. Все они родились уже в 21 веке. За первым матчем турнира наблюдала Катя Волкова. 6-2 ведет команда из Цурана и первая победа турнира. Матчи в Хулоне идут один с другим. К выходу на лед уже готовится команда Несционы. А это вот такие шорты, чтобы ноги не пробивали и не было больно. Когда я только начал играть, и мне было чуть-чуть тяжело, я привыкла. 11-летний Ларий на коньках с 5 лет. Бывало, с тренировок возвращался с синяками. Но, говорит, оно того стоит. Я хороша по скорости и по толканию. А на воротах сегодня стоят Шону. Перед игрой немного волнуется. Налет уже через 10 минут. Вот видишь, шайба должна скользить по ноге и отлетать от этой части. Я всегда хотел быть вратарем. Посмотрим, как сыграю сегодня. Соперники сильные. Команда из Приднепровска и есть те самые сильные соперники. Украинцам выделили отдельную раздевалку. Все же гости. Да играть им на чужом льду. Хотя с их подготовкой нашим сравниться сложно. Как часто тренируешься? Ну, 5 раз в неделю. Ну, в городе нашем. Ну, иногда хожу на мастер-класс на выходных. В обороне пожестче. Все, давайте, удачной игры. Поклопали все. Похожие наставления в это время звучат рядом на иврите. Тренер Нессионы просит перед матчем всех собраться. Нессионов! Здравствуйте! Они тренируются три раза в неделю. Один раз на льду и два раза на руках. Перед матчем звучат национальные гимны. Рукопожатие капитанов. Игра началась. Первые полтора периода обе команды играют ровно. Затем вперед вырываются украинцы. На арене по четыре игрока и вратарь. Постоянно идут замены. Дай воды. Как было? Тяжело. Хорошие игроки сильные. В какой-то момент счет становится 8-3. И это, кажется, злит на Сциону. Гол. Еще один гол. 9-6. В итоге выигрывает Украина. Впереди у каждой команды еще несколько встреч. Турнир можно считать открытым. Катя Волкова, Семен Кациев. Информационная программа «День». Девятый канал.